Осень урожайная пора не только для аграриев, но и для военкоматов. Одесский регион проводил первую партию новобранцев в ряды вооруженных сил. Более ста парней отправились в учебные центры Васильков и Десна. Первый готовит специалистов для военной авиации, второй для сухопутных войск. Призывники говорят, что служба поможет найти хорошую работу, а некоторые вовсе хотят после дембеля продолжить службу в элите армии в силах специальных операций. Устраивался на работу, выдали повесточку. Вот он есть здесь. На работу надо? Для работы. Контракт посмотрим, как мне понравится в армии. Если понравится, то, может, я и пойду на контракт. Ну, вообще, я думал, если мне понравится в армии, то я после срочки пройду курс ССО, ну, то есть Кью-курс. И тогда уже буду там служить. То есть подготовлюсь и пойду. После мотивирующих речей чиновников и ветеранов, а также концертной программы, призывники попрощались с родными и друзьями. Прощание не обошлось без слез. Военные вновь напомнили, что призывников на Донбасс не отправляют. Рассказали, что в ближайшие полтора, а то и два года их будут не только одевать и кормить, но и платить им деньги. При призове на строково-військового службу виплачивается единоразовая грошовая допомога в размере 3970 гривен. Единоразово? Единоразово. Это при призове на строково-військового службы. Еще и социального захиста. Можу дополнить, что призывники, которые работали официально на предприятиях будь какой-то властности, при призове на строково-військового службы, за ними сберегается среднемесячная заработная плата на их предприятие и рабочее место на весь строк проходенной службы. К тому же ежемесячно каждый срочник получает около 350 гривен. Военные говорят, что соблюдают квотное равенство 50% призывники из сел, другая половина городские. Всего же по плану Одесская область должна отправить в армию 800 человек. И пока это задание выполняется без боев. Продолжение следует...